За награды зимнего чемпионата Украины по стрельбе из блочного лука, который состоялся в Харьковской ШВСМ, сражались 90 участников из 10 областей. На кону были не только медали, но и путевки на февральский чемпионат Европы в Словении. В нынешнем году национальные турниры в классическом и блочном луке проходили отдельно. Разная система проведения соревнований. В классическом луке сетовая система, за каждую серию получает спортсмен баллы. А в блочном луке нарастающий итог по сериям. Мишени немножко другие в блочном луке за счет того, что там более точное прицеливание, механизированное, так скажем. Там есть спусковое устройство, называется релиз. И за счет этого точность стрельбы намного выше, потому что блочный луку – это, в принципе, охотничье оружие, адаптированное к спортивным состязаниям. Харьковские блочники завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Особо отличилась юниорка Елена Гриншпун, которая в личном финале встречалась с львовянкой Анастасией Смелкой. После пяти зачетных серий счет был равным. В дополнительной перестрелке обе спортсменки попали в девятку, но у харьковчанки стрела оказалась ближе к центру мишени. Перестрелка – это отдельно, это всегда волнение, это очень волнительно. Тут идет соревнование не на мастерство, а больше, наверное, на моральность. Ну, кто сильнее, кто не поддается панике, нервам, вот тут соревнования идут. В командном турнире Гриншпун поднялась на высшую ступень пьедестала вместе со своей сестрой Татьяной и Марией Темченко. В финале они одолели столичных юниорок 204-203. В элитной категории две награды заработал опытный Александр Соколов. В личных соревнованиях 56-летний харьковчанин уступил в решающей дуэли Антону Лилевскому из Виднице М140-141. В командных получил бронзу вместе с Вадимом Головко и Никитой Мыльченко. Надо больше тренироваться. Не всегда получается столько тренировок, как хотелось бы. Мы люди работаем, как бы, и по вечерам только есть возможность потренироваться. И потому, если бы мы были бы на профессиональном уровне, стреляли бы, то, конечно, результат был бы однозначно стабильно высокий. В женском турнире харьковчанки остались без личных наград. В командных баталиях Виктория Коваль, Татьяна Давиденко и Екатерина Павлюк заняли третье место. В юниорских соревнованиях Тарас Трифонов и Данил Сидоренко выиграли серебро и бронзу. В команде вместе с Андреем Шевченко показали третий результат. В медальном зачете хозяева зимнего чемпионата страны стали вторыми после киевских блочников. Продолжение следует...